Доброй охоты вам на рынке, коллеги! Сегодняшний обзор недели будет коротким, поскольку характер движения, вы сами видите, стал таков, что либо работает тактика ловли микроколебаний, по сути, особенно это касается валютных пар, либо стратегия ожидания чего-то большого, светлого и сильного, но пока что информационный фон вокруг рынка, он не способствует пока таким масштабным, по-настоящему, движениям, рынок для них еще не созрел, и что-то картин напоминает отдельно кружащиеся в воздухе снежинки, которые никак не перерастут в снегопад, ну и уж тем более им пока далеко до настоящей снежной лавины. Но мы знаем прекрасно с вами, что рано или поздно, либо действительно вся вот эта вот кружащаяся порога, она превращается в снегопад, либо случается другая история, когда сто долгих дней снег был сильней, и исчез без следа лишь за пять теплых дней, как поется в известной тоже песне. Вот что-то из этого, наверное, рано или поздно сработает, но пока что мы видим действительно накопление мелкой информации, и каждый отдельно вот этот вот кирпичик в стене, он не способен пока сложиться во что-то большее. Мы видели пятницу, да, как было дело, индексы деловой активности по США, они вышли достаточно неожиданно, оба слабее ожидания, основных еще и мичиганские, да, но основные индексы это промышленный PMI, индекс от Market и индекс от ASM, один вышел на уровне в 53 фигуре, 53 единицы, тогда как месяцем, двумя месяцами раньше там были значения выше 54, но и главное не эта даже деталь, а то, что сохраняется падающий тренд по деловой активности, начиная с октября, когда эти же индексы были выше 56, но и второй вид индекса, да, это ASM, там 60 было, в общем-то, осенью, а сейчас 54 мы наблюдаем вот после 56 в прошлом месяце, короче, караул можно кричать американской экономике рано, рынок это понимает и, в общем, никак пока не готов уходить в другие валюты, другие инструменты, вот, готов пока не обращать, наверное, на это большого внимания. Мы видели, да, небольшие были скачки, такие на ослабление доллара очень небольшие, но в целом рынок поддержал то настроение, которое, что называется, началось там последние сутки, то есть, когда начал дорожать доллар, и, в общем, эти данные ему не помешали. Ну, отчасти, вот, часть экспертов объясняют такие движения ожиданием, всё-таки, когда же закончится и чем закончится соглашение США-Китай, что, в принципе, это тот позитив, да, который, вот, ну, отыгрываться может постепенно, постепенно, и поэтому не хотят выходить, соответственно, из доллара даже на слабых данных по доллару, а хотят пока накапливать информацию, тем более, что, собственно, плюсов нет и не по одной другой валюте. Ну, вот, может быть, эта точка зрения действительно логична, потому что, вот, мы увидим, как на этой неделе заседает ЕЦБ в четверг, если не будет сюрпризов, то, я думаю, что евро-доллар всё равно останется в том же коридоре, не пройдя ни ниже, там, уровня 12.50 куда-нибудь, а то и даже, может быть, глубоко под 13 не сможет забраться, и не поднявшись выше, там, тех же 14.50 знаменитых. То есть, ждут какого-то сигнала, который бы обозначил, что ЕЦБ готов либо долго, либо дольше, да, предполагаемого держать мягкую политику. В принципе, говорить об этом можно, потому что по Европе индексы спадают точно так же все, и тоже нет особых подвижек. Немножко, немножко, чуть-чуть крупнее подросла инфляция, но это буквально десятая доля процента, так что сложно говорить, что что-то сейчас может сдвинуть позицию. Тем не менее, обращаю внимание на четверг, заседание ЕЦБ, речь, мои дорогие. Соответственно, если будет упор на мягкость дольше обычного, то, может быть, ну, хотя бы такая горстка снега нападает в направлении вниз. Если наоборот, на силу европейской экономики в целом, несмотря ни на что акцент, и на готовность к осени или к зиме даже хотя бы рассматривать повышение процентной ставки, может быть, в ответах на вопросы на пресс-конференции что-то будет, ну, может быть, это способно сместить равновесие в направлении вверх, потому что, в целом, вы знаете мою позицию, я на протяжении горизонта года жду, что евро к доллару подорожает в конечном счете, поскольку американцы больше поднимать ставки очевидным образом не будут, никакие данные этому не способствуют, сам ФРС уже, в общем, высказался за паузу очень однозначно, внес во все сопроводительные заявления вместо фразы о медленном, постепенном повышении ставки осторожным, о том, что вообще дальнейшие шаги не определены, что дальнейший шаг, даже он не сказанно вверх будет или вниз, он будет зависеть от данных. Вот рынок и смотрит на те самые данные, пока они никак не располагают. Ну и не хватает решимости уйти в другие валюты, потому что они ничем, как говорится, не манят. В этом плане, что произошло опять же в последние дни? Тот же канадский доллар, ВВП вышел слабее ожиданий, в общем, заметно слабее ожиданий. Конечно, тоже штука пока такая динамичная, показатель выходит раз в квартал, пересматривается раз в месяц и так далее. Тем не менее, естественно, реакция была, какая цена без птичьей, сами знаете, да? То есть канадский доллар с уровней 31.50 полетел, полетел, полетел. И еще тут как бы и нефть одновременно скорректировалась. Впрочем, да, 33 сейчас с лишним канадец дорос. Но в целом, опять же, выйти из более широкого коридора, мне кажется, будет сложно, где вверху там уровни 34.40, плюс-минус там где-то 30 пунктов, да? И, в принципе, все, что приближается к этим уровням, даже хотя бы на сотню пунктов, это очень неустойчиво. Достаточно нефти снова пойти вверх, а нефть вполне способна. Собственно, нефть на чем упала, да? Нефть упала на том, что вот во время выхода этих негативных для США показателей, рынок воспользуется ситуацией этой, чтобы скорректироваться. Она там весь день болталась, не могла выше 66,5 долларов за баррель, серьезно подняться, пошла потихонечку снижаться, и тут негатив по США, негатив по Канаде. То есть, как бы Северная Америка вызывает сомнения в темпах роста. Это, опять же, да, возвращает старую басню о том, что темпы роста мировой экономики спадут, мировой спрос на нефть упадет, значит, вот нефти будет плохо. Но это, вы знаете, разве, мне кажется, такие скорее эффекты. И, в общем, нефть довольно уверенно держится высоко, поддержана фундаментальным фоном, балансом на рынке. И, в общем, скорее всего, продолжат колебания где-то в коридоре от 64 до 67 долларов за баррель, если брать марку Барренд. Но, возможно, чуть ниже на 50 центов, чуть выше на 50 центов, вот этот коридор там расширит. Если все так и будет, то это является, в общем, все-таки поддержкой и для канадской валюты, и, как видим, он до сих пор является заметной поддержкой для рубля, где у нас еще и спрос высокий идет на российский ОФЗ, очень поддерживает рубль. Вот в целом, на самом деле, нефть, мне кажется, все-таки не является таким дестабилизирующим фактором на рынке валют, скорее, наоборот, стабилизирующим. Что с остальными, да? Как видим, практически не отреагировал австралийский доллар на свои, собственно говоря, пресс-конференции на свои заявления по итогам заседания Банка Австралии. Ничего, так сказать, особенного не произошло. Остался тоже коридор 70-50-72. Может быть, да, с вероятностью расширения, опять же, пунктов на 50, допустим, 0-70-0-72-50. Но вот мне кажется, что и канадский доллар, по которому заседание состоится, собственно, вот в ближайшую среду, он, вероятно, всего-таки так скромно достаточно может отреагировать на итоги собственного заседания. Но, может быть, и удастся половить в этой водичке что-то быстрое, такой быстро движущуюся какую-то рыбу, поймать те же 50-70 пунктов на ходу, чего я, конечно же, и вам, и себе желаю. Но в целом, вероятно, коридор останется вот этот широкий, там, 1,31-1,34-40. Вот этот диапазон, мне кажется, из него выйти будет, опять же, не так просто. Британец исчерпал, кажется, свой позитив на том, что Brexit откладывается, по всей видимости, да, и этот позитив вот ограничился уровнем 33-50. Как видите, все постепенно сползло на сотню пунктов ниже. И можно говорить тоже о том, что фунт просто болтает в широком коридоре где-то от 1,30 до 1,33-50. И, наверное, до 12 марта уже таких серьезных прям драйверов, которые бы вышибли из этого коридора, тоже трудно себе представить. А 12 марта, как вы знаете, голосование, да, будет, видимо, в британском парламенте. Говорю «видимо», потому что про британский парламент сказать что-либо точно уже сложно столько раз они перерешали и передумывали про Brexit. Ну, по идее, 12 марта они должны принять решение либо Brexit без сделки, либо отложить. И большинство, кажется, парламентариев за то, чтобы все-таки отложить Brexit, что может ненадолго фунт поддержать. Но не факт, что приведет к движению выше все-таки уровня 33,50. Большой вопрос. Я уже в прошлом выпуске подробно рассказывал об этом. Можете просто вот его посмотреть. Там было все по поводу почему 33,50 достаточно значимый для фунта уровень. И перепрыгнуть его, в общем, не так просто, не говорю, невозможно. Не так просто. Что остается, да, остается из данных этой недели наверное, самое может быть интересное это вторничные данные, которые будут также по индексам деловой активности из США. Индексы в сервисных секторах. Почему важно? Потому что в отличие от промышленных индексов, которые, в общем, последние месяцы все время выходили хуже или какие-то плохие, сервисные индексы в целом держатся нормально. И лишь в последний месяц-два были такие небольшие снижения. Поэтому вот если сервисный индекс подтвердит, что активность снижается, если и он туда же, так сказать, да, в ту же вот кучу, может быть, это какой-то и возбудит движение все-таки на хотя бы частичный выход из доллара в другие валюты, пусть хотя бы в течение там вот дня-двух этой недели, может быть, да. Пока не замахиваются даже на большее, факторы накапливаются, да. С другой стороны, если вот эти данные окажутся сильнее, то вот эти более сильные данные сервисные, они как бы могут этот эффект нивелировать и, может быть, немножко огорчат валютный рынок, потому что там и так доллар подукрепился и сильно как бы быстро ему уже укрепиться будет сложно. Но опять же, да, то те же 5-6 десятков пунктов, возможно, нам при этом в медленном таком неторопливом режиме дадут. В то же время это может поддержать что, как понятно, рынок нефти, поскольку нефть, собственно, и среагировала на снижение деловой активности, а если она будет хорошая хотя бы в сервисном секторе, то это будет какая-то поддержка, да. Ну и, наконец, что остаётся? Non-farm payrolls в конце недели, честно говоря, данные, которые в последнее время рынок используют скорее для перепозиционирования, то есть для того, чтобы закрывать какие-то одни сделки, да, там, если есть скачки цены, и на этих скачках, переждав их, открывать другие. И, там, купили что-то там давно, продали это, когда цены подскочили, дали более что-то благоприятное, затем предпочитают то же самое, возможно, выкупить спустя, там, полчаса, полтора часа, то есть, как бы, данные не знаковые, не определяющие. Я думаю, что более интересные, на самом деле, движения нас ждут всё-таки в течение недели. Ну и, конечно, остаётся самым подвижным золото, тут мощнейшая получилась коррекция в пятницу. Не скажу, что всего прямо этого можно было так легко ожидать. На самом деле, когда с 1347 и так котировки спустились на 1320 и ниже, в общем-то, это уже очень заметная коррекция, учитывая весь годичный растущий тренд, начиная с прошлого августа, да, рост. Тем не менее, да, золото оказалось готовым к более сильной коррекции. Возможно, что, как бы, ему помогают, ну, сколько золото, в общем, конкурент, даже не доллара, а золото, конкурент американских казначеек, и для того, чтобы поддержать спрос на казначейке, решить проблему американского долга, иногда прибегали к таким методам в прошлом, через систему больших фондов американцы, да. Возможно, что золоту помогли немножко упасть, но в целом это здоровая, хоть и очень большая техническая коррекция. Вопрос теперь, где она остановится, да. Вот, опять же, да, маленькие-маленькие факторы, они могут сыграть здесь роль, как могут сыграть роль и позиции больших фондов. Пока что мы, в общем, видим, что коррекция может вполне остановиться и на уровне 1280, скажем, почему 1280, но это вот поздняя осень, да, и декабрь, оттуда рынок ушел, собственно, там, выше 1400 и поднялся более чем на 65 долларов вверх в цене за унцию. Хороший очень был подъем. Это поддержка, да, то есть формально все, что выше 1280, может быть рынком куплено. Но я пока не говорю, вы столь уверены, потому что если уж коррекция началась, и она распугала быков по золоту весьма основательно, сейчас рынок очень осторожен и возможно, что те же как бы фонды, которые сыграли на понижение в конце прошлой недели, они, воспользовавшись малейшим поводом, постараются затащить куда-то котировочки пониже, то есть посрывать стопы, которые расположены ниже 1280. Если это получится с первого или там со второго раза, то цены могут, в принципе, еще даже долларов на 20 соскочить вниз в этом случае. То есть как бы не удивлюсь этому раскладу, поэтому мне кажется, вот что касается торговли по золоту, имеет смысл пока некая выжидательная позиция, в том числе у тех, кто привык покупать их, как и я вот большую часть года. Я пока выжидаю и смотрю. Смотрю на что? На технические признаки в первую очередь. Если технические признаки внутри дня даже хотя бы какого-то будут показывать заметный рост, попытку закрепиться выше ближайшего сопротивления и отсутствие заметных продаж с этого уровня, то есть вот такая вот динамика, паттерн такой, шаблон целый технический, то, пожалуй, я где-нибудь рискнул купить, но если этого не будет, а цены так и будут курсировать, прижиматься в районе там 1285-1295 и ничего не совершать из ряда вон выходящего, то сценарий, что может быть прорвет вниз, особенно в случае успеха, сообщений, во всяком случае, каких-то предварительных об успехе китайско-американских переговоров, в случае выхода каких-то хороших данных из США, того же сервисного сектора, еще какие-то такие факторы, то, в принципе, возможно, что здесь самый терпеливый получит лучшие цены и дождется более глубокой коррекции и более, соответственно, выгодных цен на покупку. Но в конечном счете, я все-таки уверен, что тренд сохранится на повышение, просто вопрос, как далеко зайдет коррекция, потому что слабость всех валют, неопределенность в выборе инструментов, она сохраняется, низкие процентные ставки, даже в США, все еще низкие, вот эти 2,5% годовых, это намного меньше, чем те пики по ставкам, которые были в прошлые годы, мы уже об этом в этих выпусках говорили, что там и было раньше, и 5,6% годовых, сейчас американцы успокоились гораздо раньше, можно сказать, что все это в современном приведет, думает, все-таки, к росту драгметаллов, сейчас коррекция, есть коррекция, да, и нужно снова искать почву под ногами, подстраиваться, как и по золоту, может быть, в меньшей степени там по нефти, там не так сильно скинули, вот, но в целом, как бы, большие коррекции, они происходят обычно там, где есть большие тренды, и, как бы, наличие больших коррекций, как вы видели, по фондовым площадкам, оно, собственно, не является признаком отсутствия или прекращения тренда, поэтому ждем, смотрим, оцениваем перечисленные события на неделе и обязательно соизмеряем все свои действия с техникой, потому что технические шаблоны в условиях, когда нет определяющих фундаментальных драйверов, когда в целом расклад сил рынку понятен, и лишь какие-то вот детали, вот эти вот снежинки, кружающиеся в воздухе, вопрос, да, образуют ли они в итоге снегопад сильный и большой слой снега, или же окажется, что надо было, как в известном анекдоте, рыбок любить, и будет половодие из всего этого весеннее, вот на самом деле как раз признаками выбора, который делает трейдер, является техника, поэтому следим за новостями, но внимательно смотрим на графики. Доброй охоты вам!